В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Вкусно и безопасно. В парке имени Зернова состоится ярмарка выходного дня «Вкусно-фест». Искусство, соединяющее людей. 1 октября отмечается Международный день музыки. Обучение езде по бездорожью. В Сарове работает детская секция автомобильного спорта. Далее расскажем обо всем подробно. В России готовят закон о блокировке телефонного спама. Над проектом работает Министерство цифрового развития. В рабочую группу вошли представители МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Банка России, кредитных организаций и операторов связи. Причина ее создания – стремительный рост случаев обмана клиентов кредитных организаций с использованием телефонных номеров. Эксперты группы разрабатывают два законопроекта, которые предусматривают поправки в закон о связи. В части блокировки телефонного спама и борьбы с мошенническим трафиком в сетях. Это позволит абонентам обращаться с просьбой к операторам ограничить рекламные звонки. Сотовая компания передаст жалбу клиента Роскомнадзору. В случае подтверждения спама нежелательный номер, с которого поступают звонки, заблокируют. Возможно, будет создан список из особо навязчивых рекламщиков. Похожая схема борьбы с некорректным пиаром товаров и услуг по телефону уже работает в США, Британии и Германии. 4 октября в парке имени Зернова состоится «Вкусно-фест». В связи с пандемией фестиваль пройдет в формате ярмарки выходного дня. В мероприятии примут участие только саровские предприниматели. Развлекательной программы не будет, зато будет много вкусной еды и сувениров. Подробности в следующем репортаже. «Вкусно-фесту» в Сарове быть. Пандемия поставила мероприятие под угрозу срыва, но организаторам удалось подстроиться под новые реалии. Татьяне Белиной и Евгении Калачевой пришлось провести немало переговоров, чтобы согласовать формат «Вкусно-феста». К сожалению, он будет с большими ограничениями, без развлекательной программы и громкой музыки. Но все же это будет праздник – долгожданная встреча производителей и потребителей. Это будет формат ярмарки, где могут предприниматели продемонстрировать то, что они производят. В основном это будет пищевая промышленность, продукция, произведенная собственными руками. И то, что предприниматели изготавливают собственными руками. Изделия домашней утвари, изделия домашнего быта, украшения. Первый фестиваль прошел в 2019 году. Тогда на «Вкусно-фест» могли приехать предприниматели из других городов. Но в этом году будут участвовать только саровские бизнесмены и самозанятые. Идея, концепция – это посыл. Вот мы от предпринимателей, посыл для жителей. Мы открыты. Пожалуйста, приходите, попробуйте. Да, нас много в городе. Да, мы в какой-то степени конкуренты. Но мы, тем не менее, вместе и вместе вам готовы подарить праздник в условиях ковид. «Вкусно-фест-2020», как и в прошлом году, пройдет при поддержке Ассоциации промышленников и предпринимателей Сарова, который берет на себя часть расходов для того, чтобы издержки предпринимателей были минимальными. Ассоциация промышленников и предпринимателей, естественно, поддерживает желание предпринимателей говорить о себе, желание предпринимателей участвовать в таких мероприятиях, развиваться, не стоять на месте. Ну, потому что ограничения дали о себе знать все-таки с марта месяца. Пандемия диктует свои условия. Горожан просят прийти на «Вкусно-фест» в масках, обрабатывать дезинфекторами руки, соблюдать дистанцию. Готовить на фестивале не будут. Вся пищевая продукция будет в индивидуальных упаковках. Мы приглашаем всех жителей города посетить это мероприятие, прогуляться в такие последние прекрасные, хорошие денечки осенние, порадовать предпринимателей, порадовать себя, погулять по набережной. Синоптики на выходные обещают теплую и малооблачную погоду. Начнется «Вкусно-фест» ровно в полдень, 4 октября. Елена Грицкова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. 1 октября закончился временный порядок установления групп инвалидности и их автоматическое продление без обязательного переосвидетельствования. Напомним, с марта этого года и до конца сентября личное присутствие граждан на медико-социальной экспертизе не требовалось. Решение принималось на основании медицинских документов. Министерство труда намерено продлить временный порядок заочного переосвидетельствования инвалидности на фоне пандемии нового типа до 1 марта следующего года. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Купить тур по российской кэшбэкам можно будет и на новогодние праздники. Изначально программа должна была действовать только до 20 декабря, но на днях ее решили продлить до конца зимних каникул 10 января. Соответствующее постановление подписал пример Михаил Мишустин. Когда именно можно будет приобрести такие путевки, станет известно чуть позже. В прошлый раз, напомню, предложение действовало ровно неделю – с 21 по 28 августа. В зависимости от стоимости отдыха компенсация составит от 5 до 25 тысяч рублей. Департамент городского хозяйства обращается к владельцу брошенного и разокомплектованного автомобиля «Пежо», припаркованного в районе Комсомольской площади, с настоятельной рекомендацией убрать свою машину до 18 октября. В противном случае автомобиль будет эвакуирован на платную автостоянку, а затем утилизирован. Более подробную информацию можно получить по телефону 9-77-29. С 1 по 10 октября в Сарове пройдет декада пожилого человека. Соответствующее постановление подписали в городской администрации. На протяжении этих дней в Сарове пройдет более 50 мероприятий, которые подготовили Департамент по делам молодежи и спорта, Департамент культуры и искусства, Департамент образования и другие учреждения. Горожан ждут творческие встречи, обучающие курсы, экскурсии, кинопоказы и многое другое. В связи с пандемией часть мероприятий пройдет в режиме онлайн. В след за столицей и Московской областью другие регионы начинают вводить ограничения в связи с повышением уровня заболеваемости коронавирусом. Так, с 1 октября на месяц вводится запрет на проведение деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных мероприятий в Калининградской области. Также в регионе ограничили деятельность ресторанов, кафе и запретили проводить в них массовые мероприятия. Жителям рекомендуют надевать средства защиты при посещении общественных мест. В связи с ухудшением санитарно-педемиологической обстановки губернатор Нижегородской области Глеб Никитин продлил срок действия региональных льгот и субсидий, введенных весной этого года в связи с распространением коронавируса. Решение касается льготного проезда для тех, кто участвует в борьбе с пандемией и субсидий предпринимателям. Напомним, льготные проездные получили медики, волонтеры, санитарные врачи, сотрудники правоохранительных органов. В России за сутки опасным вирусом заразились 8 945 человек. В Нижегородской области выявлено 186 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Сарове за сутки COVID-19 зафиксировали у 18 граждан. Выздоровели более 30 человек. Ждать ли жителям Нижегородской области введение ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции? С таким вопросом мы обратились к горожанам в официальных группах Канала 16 в социальных сетях. 65% участников опроса считают, что ограничения введут в ближайшее время. 25% респондентов наоборот считают ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в регионе контролируемой и локдауна не будет. 10% горожан все равно, какое решение примут власти. Подготовка к школьным экзаменам стартует в начале учебного года. Это дает время на выявление пробелов в знаниях. Один из способов проверить готовность старшеклассников к ЕГЭ – это пробный экзамен. Такую возможность школьникам предоставил СРФТИ. Ученики 9-11 классов прошли всю процедуру экзамена и сдали пробный ЕГЭ по выбранному предмету. Все как на едином государственном экзамене. На столе лежат бланк, черная ручка и паспорт. Нет только номерков. В аудиториях СРФТИ, НИЯУ, МИФИ проходят пробные тестирования по ОГЭ и ЕГЭ для выпускников 9-11 классов. Целью, чтобы дети, наши школьники, проверили свои знания, посмотрели, на каком уровне они сейчас находятся, ну и построили свой план работы на будущее. На что им нужно обратить внимание, какие предметы им могут даваться проще, какие предметы у них даются более сложно. Такой формат тестирования сотрудники факультета до вузовской подготовки проводят впервые. Учащиеся выпускных классов смогли проверить уровень своих знаний по семи дисциплинам на выбор. Математика, физика, биология, химия, история, общество знания, английский язык. Задания тестов составлены в соответствии с требованиями КИМО в 2020 году. На пробный экзамен в СРФТИ пришло более ста выпускников. Хочу написать пробники по обществу знаний и математике. Хочу попробовать свои силы и понять, на чем нужно работать, а что я уже 100% знаю. Сегодня буду химию писать. В медицину хочу пойти. Мне нравится это направление. Очень здорово, что у нас есть сейчас такая возможность, чтобы заранее оценить свои шансы, понять, насколько сейчас мы пишем эту работу. Я пришла именно за этим. Разбор результатов тестирования пройдет 1 и 2 октября в СРФТИНИ ЯУМИФИ в 402 аудитории. Следующие пробные ЕГЭ и ОГЭ для выпускников 9-х и 11-х классов пройдут весной 2021 года, но уже на платной основе. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Единственный всемирный язык, который не надо переводить, так как на нем душа говорит с душой. Так говорил о музыке немецкий писатель Бертольд Аурбах. И вряд ли найдется на свете человек, равнодушный к этому виду искусства. 1 октября все музыканты, любители и ценители отмечают Международный день музыки. На протяжении 33 лет Надежда Лагутина учит юных саровчан играть на скрипке в детской музыкальной школе имени Балакирева. Детство преподавателя прошло в городе Чайковском, где она и начала свой путь в мир мелодий. В 7 лет мама отвела Надежду в музыкальную школу. Потом девушка продолжила заниматься в училище, закончила Горьковскую консерваторию и приехала преподавать в наш город. Когда приехала сюда, у нас было очень много концертов, город еще был очень закрытый, и исполнители со стороны сюда, в общем-то, редко приезжали. И вот первые концерты, которые я здесь увидела, услышала и сама в них участвовала, это были люди, которые работали как раз в музыкальной школе. Для Надежды Лагутиной музыка – идеальный синтез профессии и хобби, в который она вкладывает все силы. Скрипка – один из самых сложных инструментов. Игра на ней включает в себя комплекс разнонаправленных действий, поэтому исполнение на скрипке требует максимальной концентрации и погружения. Сначала очень сложно, представляете, вам нужно играть в левой руке одно, в правой – другое, все движения разные, то есть одна рука идет в одну сторону, другая – другую. Еще ухом надо слушать, чтобы у вас была чистая нота, потому что у нас же не фиксированный строй на скрипке, то есть вы это все пальцами должны ощущать. По мнению педагога, занятие музыкой – отличная адаптация ребенка к окружающему миру. На занятиях преподаватель помогает ученику раскрыться, найти свою индивидуальность, развить умственные и даже физические возможности. Развивается мелкая моторика, развиваются все центры мозговые, языковые, развивается структурное мышление, потом развивается пространственное видение. Мы же не только учим, как тебе нужно поставить пальчик или как вот здесь поведешь смычок. Самое главное, чему мы учим детей, это мы учим выражать свои эмоции через музыку. Ученики Надежды Логутиной часто становятся лауреатами конкурсов и фестивалей. Предела совершенству нет. Юным музыкантам необходимо ежедневно развиваться, отрабатывать навык игры, расширять свое воображение, учиться чувствовать инструмент. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Они изучают правила дорожного движения, устройство автомобиля, отрабатывают навыки спортивного вождения и участвуют в конкурсах. В секции «Автоспорт» учит ребят ездить на багги, небольших легких машинах. Это техника высокой проходимости для езды по бездорожью. Подробности смотрите в следующем репортаже. В 1986 году два Александра, Зудин и Битков создали в Сарове секцию автоспорта. Оба мужчины горели гонками и мечтали заразить этой страстью как можно больше мальчишек. В секцию приходили подростки, знакомились с ПДД и учились управлять гоночными автомобилями. Андрею Антропову, когда он пришел на первое занятие, было 28. Далеко не мальчишка, конечно, но Александру увидели в нем потенциал и азарт. С 1996 года пришел первый раз в секцию, когда мне было 28 лет. Уже как бы семья, дети уже были. Вдруг что-то решил себя попробовать в автомобильном спорте. Стало получаться. У меня первая гонка была в 1997 году. У меня там было второе место сравнительно первой гонки. Дальше больше. Гонка за гонкой приносили Андрею победы. 12 раз он первым поднимался на пьедестал. В 2002 году получил разряд кандидата в мастера спорта. Вдохновленные результатами ученика, создатели клуба предложили ему самому стать тренером. И вот уже больше 20 лет Андрей наставляет юных гонщиков. Стараюсь детей учить, как быстро ездить, и чтобы ездить грамотно, чтобы машина целая была всегда. И также все это стараюсь им внушать, чтобы они все это ездили и по городу на своих машинах, уже когда встанут ездить, чтобы у них все в головах все это откладывалось. Аккуратное вождение, и брешь технику, и самое главное – смотреть по сторонам. В секции автоспорта занимаются более 20 юношей возрасте от 13 лет. Почти у каждого здесь есть именная машина для соревнований. У Марата Мигунова специальный кроссовый автомобиль класса «Супербагги». Его он собрал сам под чутким руководством тренера. На своем баге Марат разгоняется до 140 км в час по грунтовой дороге. Автомобиль безопасный. У него в нем стоит очень много дух безопасности, так называемых. Все трубы, все усилено. Так что страшнее быть около него, чем непосредственно в нем. Когда ты в него садишься, уже ты все. Ты понимаешь, что все хорошо, ты все проверил, твоя команда механиков сработала отлично. Отрабатывают свои навыки вождения юные гонщики каждые выходные на автодроме ДСААФ. Посмотреть на их занятия может любой желающий. И начало в 10 утра. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова